Добрый вечер! Возлюбленный Господь! Так хорошо, что мы все здесь! Что Господь здесь! Дух Святой здесь! И я когда слышал проповедь нашего брата Павла, меня так вдохновляло, как Вы все записывали! Ваша жажда вдохновляет! И Библия говорит, что Он жаждущих, Он исполнит благ! Хорошо, когда мы говорим Господь, все хорошо, что было в прошлом, но мне мало этого! Богу нравится наша жажда! И в Библии написано, что Он не меряет для его Духа! Он не меряет, Он шедрый Бог! Он богатый для всех, призывающих Его! Если мы призываем имя Господа, то Господь просто посылает Свою благодать! И дает все то, что нам необходимо! Написано, что от Божественной силы даровано Вам все для благочестия и для святой жизни! Никогда не говори, что у тебя мало! Никогда не говори, что ты маленький! В Пророках написано, что самый слабый Он будет как Давид! Самый слабый будет как Давид! А Дом Израиля будет как Бог! Почему? Потому что мы дети Божьи! Потому что мы омытые кровью Христа! Написано, что мы искуплены не золотом и серебром, но драгоценную кровью Иисуса Христа! Заклонного прежде создания мира! И Он искупил нас! Кровью Сына сделал Своими детьми! И, естественно, у богатого отца не может быть бедных детей! Поэтому не говори, что ты маленький из какого-то города, деревни и приехал сюда! Хорошо, когда мы правильно маленькие в глазах Бога! Есть хорошее, правильное состояние быть маленьким в глазах Бога! Почему? Потому что Библия говорит, что Он с миллионами дает благодать! Когда мы смеяемся перед Господом! Все равно, что в нашей жизни произошло! И мы смеяемся и говорим, Господь, он я! Господь склоняется над нами! Поднимает нас с любого положения! И ведет наш подзыв по жизни дальше! Библия говорит, если Бог за нас! Если Бог за нас! Кто может быть против нас? Но мы должны знать, что Бог за нас! Если мы это знаем, никто не может быть против нас! Никто! Библия говорит об этом! Нам нужно просто поверить! Но у нас есть одна слабость! Мы смотрим на обстоятельства! Мы смотрим на людей! Мы сравниваем себя с кем-то! Я хочу тебе сказать сегодня! Мы сравниваем себя ни с кем-то! Ты тот, который ты есть! Все равно, с какой семьи ты вышел! Все равно, сколько лет ты верующий человек! Если ты дитё Божие! Если ты омыт кровью Христа! Если ты пригласил Духа Святого! И Дух Святой живёт в тебе! Ты точно богаче всех миллионеров! И у тебя есть всё, чтобы ты состоялся! Всё, чтобы ты состоялся! Потому что источник в тебе! Бог в тебе! Тот, который в нас! Он больше того, кто в мире! И Библия говорит, не бойся ничего! Потому что я с тобой! И даже наши есть обстоятельства одолевают нас! Я хочу сказать, вы здесь находитесь как уже в раю! Слово Божие, не знаю, сколько раз в день! Молитва, поклонение Господу! Но придёт время, вы пойдёте домой! Придёт обстоятельства, придут конфронтации в жизни! И тот, кто в нас! Тот, кто в тебе! Больше того, кто в мире! И Павел сказал такое слово! Он говорит, я всё могу! Он не сказал, я всё могу, потому что я Павел! Я всё могу, потому что я всё знаю! У меня откровение есть! Он сказал, я всё могу! Аминь, Павел! Укрепляющий меня, Иисусе Христе! И взрослого Христа! И Библия говорит, мы сегодня уже слышали это! Самой славой будет, как Давид! Что делал Давид? Он просто поклонялся Господу! Когда приходил лев или медведь, попытался украсть его овец! Он просто догонял их! Если они сопротивлялись, он просто разрывал их на части! Сегодня мы слышали! Противник наш ходит, как рыка из жилья! Никогда Бог нам не обещал спокойной жизни! Это наша реальность, это борьба! Мы находимся в борьбе! Но мы знаем, что враг побежден! Иисус победил! Его победа, это твоя победа! Он победил, и мы с ним вместе побеждаем! И мы слышали сегодня кровью возлюбившего нас! И словом свидетельства своего! У нас есть право свидетельства! Мы призваны быть благоуханием Христова! Я для многих сегодня говорю! Это школа для того, чтобы ты пошел и проповедовал Евангелие! Бог верил нам в Евангелие! Мир сегодня нуждается в Слове Божьем! Слово, которое спасло тебя и меня! Аллах хочет спасти многих людей! И вокруг тебя, и ты знаешь этих людей, очень много их! Которые ждут, чтобы ты против многих духов! И пришел к ним! И принес Евангелие! И я верю, что в эти дни что-то произойдет! И это моя молитва! Мы сегодня вечером уедем! Я, можно сказать, случайно попал сюда! Я никогда не думал, что я буду здесь перед тысячами или перед семьсот людьми говорить! Спасибо, что я могу говорить сегодня с вами! И я верю, что мы сегодня ожидаем что-то от Господа! Я каждый раз говорю себе! Если я прихожу в служение! Я жду что-то от Господа! Потому что жаждет душа моя! Профетевим Хокин Цараве! Помните, Давид говорит, моя душа, она жаждет увидеть, услышать, почувствовать Бога Живого! И наш Бог в Его Слове! Спасибо за это Слово! Иисус есть Слово! Он пришел на эту землю! И написано, Он обитал с нами! Это Слово обитало с нами полной благодатью истины! Но прежде чем Иисус слышал о служении! Иисус родился от Духа Святого! Мы знаем всю историю! Она говорит, как? Я не знаю мужа! Мария говорит Ангелу! Ангел говорит, не переживай! Сила Всевышнего придет на тебя! Дух Святой придет на тебя! И ты начнешь и родишь сына! Иисус родился от Духа Святого! Мы родились тоже от Духа Святого! Иисус родился от Духа Святого! И когда Он пришел на Иордан! И если у вас есть Библия, откройте вместе со Мною! Иисус родился от Духа Святого! А это Луки 3 глава, с 15 стиха, Продолжение следует... 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 мы являемся центром внимания Его. Он направляет нашу жизнь. Он ведет нас к водам тихим. Он позволяет в нашей жизни каким-то обстоятельствам. Хорошо, когда в нашей жизни происходят какие-то кризисы. Когда искушение постигает нас. Испытывается наша вера. Искучение это нормально. Грех попасть в искучение. Искучение это не грех. Разные сумасшедшие мысли может быть в нашей голове. Может быть что-то бродит в нашем сердце. Но мы никогда не можем позволить себе просто так опуститься на уровень греха. Послушайте, дорогие. Дух Святой. Когда Он пришел на Христа. До этого момента о Христе никто не знал. Слух был по всей той стране. Иисус работал со Своим Отцом. Говорят, что Иисус был плотником. И сын плотником. Но Иисуса никто не знал. Но когда пришло крещение Духом Святым. И написано, как только пришло крещение Духом Святым. Дух Святой повел Его в пустыню. Послушайте, для искушения от дьявола. Когда мы принимаем Духа Святого. Мы не должны думать, что все в нашей жизни будет в розовом цвете. В твоей моей жизни точно придут искушения. Потому что есть один, который нас ненавидит. И есть Бог, который нежно ведет нас и допускает в нашей жизни определенные проблемы. Для чего? Для того, чтобы выяснилась наша внутренность. Мы все с виду очень хорошие. Я тоже очень хороший. Я тоже хороший. Но в моей жизни было... Я приблизительно был, наверное, 17 лет. Когда Бог пришел в мою жизнь. Я от радости, я прыгал. Меня наполнена такая небесная радость. Я знаю, что каждый из вас пережил это. От одной мысли, что имя твое записано на небесах. И наши имена написаны на небесах. Нас знают на небесах. Мы известны там. Меня наполняла радость. Но пришел такой момент. Я молился и искал Господа. Вдруг я себя увидел в свете святости Божьей. И мы грех познаем не потому, что мы согрешили каким-то грехом. Но по-настоящему мы видим себя грешными. Когда приходит свет больше в нашей жизни. Когда мы встречаемся со слепым. И понимаем, что в нашем сердце нет ничего хорошего. И Павел вынес к тебе приговор. Павел сказал, во мне нету ничего доброго. Ты уже когда-то сказал такое слово, мне нету ничего доброго. Я знаю, что это хорошее состояние. Когда мы говорим, Господь, я сдаюсь. Во мне нету ничего хорошего. Но ты во мне хороший. Ты живешь во мне. Ты меняешь меня. Дух Святой во мне. И Он преображает нас в характер Христа. Цель Бога преобразить нас в характер Христа. Мы Ему помогаем. Когда мы признаем и говорим, ты прав, я не прав. Твоё слово правильное. Я не прав. И когда на меня пришло это присутствие в Божии. Я говорю, Господь. Безумие. Мне уже 62 года. Я приехал в Германию. В Германии, если кто-то думает, кто здесь перед вами говорит. У меня есть друг, Овик, который сидит там. Он меня пригласил. И сегодня я здесь. Но вы знаете, за эти 62 года. Я иду уже с Господом в 44-45 лет. Я иду уже с Господом в 44-45 лет. Я иду уже с Господом в 44-45 лет. Это желание к изменению. Желание к изменению. Она нисколько не убавилась. Наоборот, ты понимаешь, что ты идешь к свету. Внутри идёт молитва Господь и Своей Юлии. Освяти меня. Очисти меня. Кровью твоего Сына. Очисти твоим огнём. Он искрестящий Духом Святым и огнём. Иисус сказал, «Я желал, чтобы огонь возгорелся». Он говорит, «Я пришёл, чтобы не звезть огонь на землю». Я как бы желал, чтобы Он уже возгорелся. Я уверен, что это желание Иисуса сегодня. Чтобы в наших сердцах, чтобы в твоём сердце горел огонь Божьей любви. Вы знаете, что самая страшная проблема сегодня? Самая страшная проблема, которая в человечестве и христианстве. Это равнодушие. Это равнодушие. Мы как-то так аккуратно закрываем глаза. Когда мы видим нужду другого человека. Когда мы видим трудности другого человека. И Господь говорит, «Помоги его». Поддержи его. А мы как-то аккуратно обходим так. Но может быть у вас не так, ну я говорю за себя. Вы знаете, когда Дух Святой придёт. И Дух Святой — это свет. И это самое хорошее мгновение в нашей жизни. И мы сегодня здесь находимся, потому что мы жаждаем Бога. Вы жаждаете Бога. Вы жаждаете прикосновения. И когда Дух Святой приходит, И что он делает? Он обличает мир о грехе. Он приходит в нашу жизнь. Так нежно, как голубь. Дух Святой никогда не кричит. Это мы иногда пытаемся что-то доказать друг другу. Повышаем голос. Возникает какой-то конфликт. Дух Святой говорит, «Помоги». Мы хотим что-то сказать. Конфликт возгорается. Конфликт с ксумой барберей. Дух Святой говорит, «Помоги». И мы раз и сказали. И маленький конфликт возник. И без маленького конфликта возник большой пожар. И мы вернёмся ещё к этой миссии. Что самая большая проблема для людей? Позволить, чтобы кто-то тебя вёл. Почему в Писании написано? Все, вводимые Духом Божьим, кто? Все, вводимые Духом Божьим, кто? Сыны Божьи. Сыны Божьи. А что Бог тебе? Давайте мы прочитаем это место. Это Римлян, 8 глава. Сегодня мы уже слышали из этого слова. И мы слышали из этого слова. Мы слышали из этого слова. Время. Что вы слышали? Время. Если же Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживет и ваши смертные тела Духом своим живущим в вас. Библия говорит, что тела наши сделаны с Храмом Святого Духа, Библия говорит, что вы куплены дорогой ценой, и Дух Святой живет в нас, и ты спросишь, где он живет, я не знаю, но наше тело это Храм Святого Духа. Если в Гадаринском лесноватом жил целый легион песок, то Святой Дух обязательно найдет место, где жить в нас. И дальше написано 14 стих. Ибо все вводимые Духом Божьим суть Сны Божьей. Я знаю, что вы много раз читали это Слово. Может быть, сами проповедовали или слышали проповеды. Но здесь написано. Все вводимые Духом Божьим. Дух Святой хочет нас вести. Мы по своей натуре вообще все бунтари. Может быть, ты не бунтар, но я могу сказать за себя, что я бунтар. Нам очень трудно подчиниться. Мы все находим какие-то отговорки. Но Тур Святой хочет нас вести. И условия для того, чтобы быть Сыном Божьим. Быть Водимым Духом Божьим. Может быть, мы раньше думали, что водительство Духа Святого это что-то такое сверхъестественное. Хотя жизнь верующего человека, она должна быть сверхъестественной. Но все начинается с очень простых вещей. Дух Святой хочет вести тебя. Он хочет вести тебя в Слово. Он хочет объяснять нам Слово. Потому что он автор этого Слова. Все Писания написаны Божьими людьми, вдохновенные Духом Святым. Он хочет направлять нашу жизнь. Он очень аккуратно нам советует. И пока мы войдем в такое состояние. Что мы на каждый совет Божий. Совет Духа Святого. Будем говорить, Господь, любой ценой я хочу исполнить волю Твою. Я подчиняю свою волю Твоей воле. Что бы мне это ни стоило, я хочу, чтобы Ты вел меня. Дорогие, это очень важно, чтобы мы принялись в нашей жизни решение. Если мы когда-то хотим, чтобы Бог нас использовал. И я уверен, что эта жажда есть в каждом сердце. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы принесли плод. Бог хочет, чтобы мы участвовали в деле благовестия. Бог точно хочет нас использовать, чтобы мы двигались в дарах Духа Святого. Но все начинается с элементарных вещей. Начинается с послушания Духа Святого. Водительство Духа Святого. Это то, что в нашей жизни принесет славу Божию. Дух Святой открывает нашу внутренность. Дух Святой просвещает тьму, которая у нас. Некоторые вещи мы уже понимаем в нашей жизни. Но есть вещи, которые еще сокрыты. Бог, Он очень аккуратный. Он не открывает нам нашей всей греховности. Если бы Он нам открыл всю нашу греховность, это бы нас раздалило. Бог аккуратно ведет нас, чтобы изменять нас в характер Христа. Что делает Дух Святой, дорогие? Прежде всего, Он меняет нас в характер Христа. Он меняет нашу внутренность. Вы помните эту историю? Когда ученики шли с Иисусом. До этого они уже были на деле благовестия. Через них Бог исцелял людей. Бесов изгонял. Может быть, мертвых вас к крышам. Они вернулись назад и радовались. И говорили, о, даже бесы нам помянулись. Это вообще без проблем. Ты можешь с любым обстоятельством сказать. У тебя есть власть. Если ты чувствуешь давление дьявола в твоей жизни. У тебя есть право встать и сказать во имя Иисуса. Дьявол, убирайся из моей жизни. Если сердце и руки омыты кровью Христа. Мы сегодня слышали. Противостоите Ему твердую веру. И что Он сделает? Что Он сделает? Он убежит от вас. Когда ты один раз Ему сказал. Он точно слышал. Если мы Ему в вере сказали. Если тебя одолевает страх. Или может быть какие-то вещи, которые тебя угнетают. И ты чувствуешь, что победа тебя одолевает. Вставай в твоем духе. Противостой дьяволу. И дьявол убежит. Дьявол точно слышал. Нам иногда надо повторить это для того, чтобы утвердить нашу веру. Написано, что рожденный от Бога. Он не грешит. И лукавый не прикасается к Нему. У нас есть защита. И если дьявол подвигается к нам. У нас есть право противостоять Ему. Ученики идут с Иисусом. И ходят в одно место. И эти люди не хотели пустить учеников. И два ученика. Они сыны Громовы. И Яков и Иоанн. Они говорят, Господь. Давай мы отойдем так чуть-чуть подальше. И так как Илья сделал, так и мы. Огонь на эту деревню. Как это так? Нас, апостолов, не пропустили через свою деревню. И всех детей и скот, всех людей, всех сожгем. Иисус посмотрел на них. И говорит, вы не знаете, какого вы думаете. Когда в нашем сердце поднимается место. Поднимается злоба, негодолага. Мы должны вспомнить об этом. Мы должны быть используем, что мы являемся носителями Божественного искусства. Мы имеем великую привилегию. Но мы имеем великую ответственность. Духа Святой в нас. Я думаю, что каждый раз. Я много раз в своей жизни переживал. Когда было присутствие Духа Святого. Но ты так неаккуратно что-то сказал в адрес другого человека. И вдруг ты почувствовал. Как будто тебя кто-то проткнул. Ты сдулся, как в надувной шаре. Потому что Дух Святой огорчен. Я сейчас не буду касаться, но в Библии очень много мест. Я написал, что мы не огорчали Духа Святого. Мы не оскорбляем Духа Святого. Мы не унижали Духа Святого. Мы запечатлены Духом Святым. Мы конкурсим Духом Святым. Не написано здесь. И мы прочитаем это место. 15-16 стих. 15-16 стих. Потому что вы не приняли Духа рабства. Мы не приняли Духа, чтобы нам жить в страхе. Страх не принадлежит тебе. Библия говорит, что ты ничего не будешь бояться. Потому что Бог с нами. Вы знаете, что в Библии написано? 365 раз написано, не бойся. Ничего не бойся. Понимаете, почему 365 раз? На каждый день Бог говорит, не бойся. Я с тобою. Денег нету. Не бойся. Ты все равно богаче всех миллионеров. Все против тебя. Все равно это временное явление. Заболел. Все равно ничего не бойся. Некоторые люди появляются небольшой симптом, где что-то заболело. Они начинают сразу искать врача. Начинают сразу лекарства собирать. Господь Бог есть наш врач. Он Иегова Рафа. Он исцеляет все болезни. Осуществит свою веру. И здесь написано, ничего не бойся. Мы не приняли духа рабства. Духа страха. Духа страха. Дух Святой. Дух Святой – это не дух страха и боязни. Но силы, любви, силу и целомудрия. Самообладание. Во всех обстоятельствах. Когда мы доверяем Духу Святому. У нас есть правильное слово. Мы можем себя правильно повести. Иисус сказал, будьте мудрые, как змеи. Не знаю, почему Он сказал, мудрые, как змеи. Простые, как голодные. Больше подходят для нас. Но в любом случае. Дух Святой у нас. И когда мы в зависимости от Него. Когда мы находимся среди людей. И мы очень ясно понимаем. Что как-то обстоятельства у нас сдавливают со всех сторон. Мы можем сделать что-то такое, что является грехом. Нам важен Дух Святой. Нам важна Его сила. Бог не дал нам Духа страха и боязни. Силы, любви и целомудрия. Самообладание. Дух Святой нужен был Иосифу. Когда он находился в доме Патифара. Он сказал, я не сделаю этого. Он нужен был Давиду. Он нужен был трем, которые находились в печи. Он нужен был Даниилу. Иисус двигался в Духе Святом. Он был в полной зависимости от Духа Святого. А жизнь Иисуса до 30 лет никто никогда вообще ничего не слышал. Но когда Иисус вышел из воды. Когда Дух Святой сошел на Него. И Он слышал это Слово. И все услышали. И мы услышали. Он поставил печать на нас. Ты сын мой возлюбленный. Ты дочь моя возлюбленная. У меня есть классный план для тебя. И со мной у тебя все получится. Скоро у нас все получится. Скажите кто-то Аминь. Скоро у нас все получится. Если бы мы сами по себе двигались по жизни. Нас бы давно уже растоптал дьявол. Но мы идем с Господа. Но мы не будем говорить о том, кто у нас. Набор верь мече. Больше того, кто в мире. Мече как набор ажхарий мече. Свой самый Дух. И этот Хокин. Свидетельствует Духу нашу. И Он называет Абба-Отче. И мы дети Божьи, сыновья Божьи. Дочери Божьи. Ахчикнеры. Какая привилегия. Быть Детом Божьим. Жить в Его присутствии. И благодать Божье с нами. Благодать Божье с тобою. Ты не маленький человечек. Там какой-то немец приехал маленький. Или какие-то маленькие армяне там. Ты большой в глазах Бога. Чем меньше ниже мы смиряемся. Чем больше мы позволяем, чтобы люди топтались по нас. Иисус говорит, если мы унижаем себя. Бог нас поднимает. Не защищай себя. Когда возникает конфликт. Дай возможность с Духу Святому действовать. Побеждай зло добром. У тебя есть сила. Иисус сказал. Из вашего чрева. Потекут реки воды живой. Братья и сестры, это же правда. Иисус сказал, вода, которую я дам тебе. Сделается источником воды. Текущей жизни вечной. И когда мы молимся Духом Святым. Когда мы говорим. В это время Дух Святой молится к Отцу. Он приносит наши сердечные нужды к Отцу. И Дух Святой проникает в сердце Отца. Из глубин сердца Отца. Потому что написано, что Дух проникает в глубины Божьей. Он приносит красоту неба в нашу жизнь. Ответ приходит в нашу жизнь. Дух Святой он утешитель. Дух Святой он адвокат. И он Дух истины. Мне раньше не нравилось это слово. Наверное, я был внутри просто такой сильный. Мне не нравилось слово утешитель. Некоторым людям трудно плакать. В последнее время мне очень нравится плакать. Плакать перед лицом Господа. Лацел асцу арчев. Просто упасть на его лицо. Упасть перед его лицом на колени. И обливать слезами. Говорит Господь, что мешает тебе. Что мешает тебе. Изменим мою внутренность. Покхирим нерзу. Есть многие молитвы, на которые Бог никогда не ответит. Есть шат агутнер, воронц азваз, вошь ми анхам, чипа тасхани. И это нормально, когда мы молимся за свои нужды. Но нам никогда не нужно думать, что мы Бога чем-то утруждаем. Но Богу нравится, когда мы говорим, Господь, прости меня. Самая короткая дорога в присутствии Божьей. Когда мы говорим, Господь, измени меня. Когда мы говорим, Господь, наполни меня твоим Святым Духом. Ему нравится это. Потому что у него много. У него больше, чем достаточно. У него больше, чем достаточно. И в 21 главе Откровения написано «Жаждущие и дети к водам». Пейте без серебра и золота. У нас есть право пить. Источник тот же самый, который был всегда. Иисус есть крестящий Духом Святым. Я хочу окончить эту мысль, и мы будем молиться скоро. Когда Иисус вышел из пустыни. Пустыня – это место, где испытывается наша вера. Когда Бог крестит нас Духом Святым. У него есть время испытания. Он испытывает нашу верность. Он испытывает нашу внутренность. Он посылает в наши жизни людей, которые приносят нам какие-то неприятности. Он посылает нашу жизнь не людей, которые мы хотели. Он посылает нашу жизнь людей, которые нас провоцируют. И как мы отреагируем. Мы не можем дымать. Если мы вводим и Духом Божьим. Если мы в зависимости от Бога. Иисус был в зависимости от Духа Святого. Иисус был в зависимости от Духа Святого. Наша сила использует тот потенциал, который в нас. И мы говорили, что Дух Святой меняет нас характер Христа. Дух Святой просвещает нашу внутренность. И Дух Святой обязательно ведет нас к Кресту. Он обязательно ведет нас к Кресту. Он показывает на Крест. И говорит, что твои проблемы там решены. И все беззаконные гречи, пригвожденные на Крест. Отдай это. Но приходит время. Когда мы вырастаем. Есть разные возрасты в Духовном мире. Есть младенцы, есть отроки, есть юноши. Есть отцы. Это другая тема. Но мы понимаем, что приходит такое время. И мы говорим, Господь, используй меня. Столько людей вокруг меня. Я так хочу принести этим людям Евангелие. Помашь меня. И вы знаете эту историю. Когда Илья и Элисей, они идут вместе. И они перешли через Иордан. И Илья спрашивает Илья. Илья, что сделает тебе? Что я могу сделать тебе? Он говорит, Дух, который в тебе. Най, ягийся, нас умеет, что в тебе. Пусть будет на мне вдвойне. Богу нравятся такие скромные люди. Когда мы говорим, мало говорим. Помашь меня. Но вы знаете, что нужно для этого? Когда Илья сказал Илья. Когда Иисус возносился на небо. Он благословил учеников. Он сказал, оставайтесь с Иерусалима. Пока не придет Дух Святой. И Дух Святой пришел. Сегодня Иисус стоит здесь среди нас. Он говорит, что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня? У Господа много. Он очень много. И Ианна написано, что Он не меряет, дает Духа. Но очень важно для Бога. Я вижу, что вы все глубоко верующие. И вы все правильно сделали. Но я обращаюсь к кому-то здесь. Может быть, тебе сегодня нужно повторить то, что ты много раз говорил. Перед тем, как мы будем молиться. Господу важна наше посвящение. Иисус знал, что Он пойдет на крест. Иисус знал, когда Он находился в Гефсимании. И важно, чтобы мы посвятили нашу жизнь Господу. Я много раз говорил в своей жизни. Много раз я говорил, Господь, вот я. Я посвящаю тебе свою жизнь. Богу нравится, чтобы мы посвятили Ему себя. Он ждет этого момента. И на это посвящение приходит огонь. Иисус есть крестящий Духом Святым и огнем. И я уверен, что Он не пройдет мимо никакого человека. Если это сегодня произойдет, слава Богу. Но это обязательно произойдет. Потому что Он ищет человека. Он ищет человека. Он нашел нас. Он уже много сделал в нашей жизни. Но мы пришли к такому моменту. Потому что Иисус сказал, посмотрите глазами вашими. Нива пожелтела. Он говорит, Нива пожелтела. И мы не можем без силы Духа Святого. Ученики пошли в то время. Дошли до Армении. Сегодня брат Павел рассказал, что два апостола пришли. Которых убили здесь. Но мы сегодня, вы сегодня те, которые являются наследниками тех, которые были здесь и проповедовали Евангелие. И сегодня Господь хочет что-то сделать в нас. Я хочу пригласить, что мы все стали для молитвы. Я здесь, чтобы было, чтобы не было ни, 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 ни. Я не хочу, чтобы не было ни, 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 ни. Я не был. Ученики, что вы сейчас сделали в нас.